здравствуйте драгоценные мои друзья ну что ж сегодня мы продолжаем вопросы ответы на вопросы из серии 55 вопросов дядюшки мистику и так сегодня очередная 6 серия друзья мои вопросов много и не знаю успели на них ответить но вот я отвечаю на 2 по 5 и так не будем тянуть тут мне кто-то упрекал что я отвечаю только на новые вопросы старые отвечаются я вот тут отмотал здесь вот две группы вопросов и так подписчик под ником джулии 8 джулии 8 и так первый вопрос куда попадают души животных после смерти ну душа животного ненамного отличается от души человека хотя многие сейчас сразу скажут нет там люди не могут перевоплощаться в животных животные в людей не друзья мои и боги могут при этом воплощаться в в животных телах вполне поэтому не так зазорно воплотиться в теле животного животные вполне могут перевоплощаться в тело человека да то есть идет круговорот душ и здесь нету если вы живете ну как бы животными инстинктами то большая вероятность что вы можете упасть в мир животных вполне поэтому куда попадают души животных после смерти но животные быстрее перевоплощаются чем люди на чем чем душа более осознанно тем больше времени ей нужно вот в этом неком между мире чтобы переработать весь опыт опыт души до чем душа животного перевоплощается может быть под почти сразу все ли души животных реинкарнируют да это энергия да вот это вот некой некий кристалл души но это условно говорят перевоплощается всегда да и уходит вверх и вниз души есть не только у животных но его растений и даже неорганических предметов как влияет на душу животного эвтаназии ну животные не само себе вот эту эвтаназию назначает его ответственность берет хозяин или вот какое-то там какое-то ветеринары или государство то есть эвтаназия это часть опыта души до влияет ли это в принципе да вот опыт страданий перед смертью важен ли он или вот без без так сказать тихий уход он лучше но это карма карма каждого и животного тоже поэтому влияет все влияет в положительную или в отрицательную сторону здесь тоже очень индивидуально помнит ли душа своего хозяина помнит какое-то время помнит какое-то время помнит и очень часто что животное или даже родственники могут воплощаться в животных которые попадают к вам и ну потому что не могут воплотиться в человеческом сети ли а переживают за вас и пытаются оберегать вас в телах животных если разница в погребении для души кремировать тело или закопать но привязки нету привязки в принципе для человека это серьезнее вот эта привязка к своему телу к своего надгробию но она тоже не так не так долго поэтому в идеале конечно не загрязнять не занимать место в этом мире не пытаться оставить след виде какого-то там могилы на которую кто-то будет приходить и рыдать как для животного так и для человека лучше конечно ну сжечь и пепел развеять так или иначе ну закопать тоже вариант на чтобы земля приняла тело перед перегнила и все но вот специальные вот эти вот некрополе конечно не самый лучший вариант значит первые пять вопросов вторые пять вопросов от ое-8 к о-8 ng 9 такой сложная сложная аббревиатура как работать с другими частями своей души в других мерностях но это имеется ввиду многомерность души когда одна душа проживает то есть приобретает опыт в разных в разных мирах и имея разные тела и разные личности как работать но вот вы начинаете сначала познавать осознавать опыт многомерность души у вас во сне или наяву проявляется вот эти факторы осознание что вы где-то еще в каком-то месте да вы же участвуете в этом процессе здесь невозможно специально каких-то а это медитативные образы вы просто допускаете в себя это знание в конце концов вы можете даже но свое нынешние сли не нынешнюю личность на время перенести в в другой мир и посмотреть что там до приобрести этот опыт слияния слияния личностей и понимание многомерности души здесь нету рецептов это происходит но подчас это сначала такие смутные осознание что вы еще где-то проживаете эту жизнь и если это вас не пугает это начинает проникать вашу жизнь и вы понимаете в конце концов в идеале вы понимаете что вообще вы вы это не вы да то есть не в смысле личности а в смысле духа и это вы приобретаете этот опыт сразу познаете то есть вся информация поступает всем этим личностям да вот какой-то череде это будет ли это две личности или 22 личности многомерность души это такое понятие роста роста души которая может одновременно получать опыт в разных мирах и в разных телах если единство среди богов скандинавской традиции в настоящее время но и этого единственно его никогда не было и сейчас его нету тоже есть какие-то терки противостояния есть и сейчас как и в принципе в везде и в человеческом обществе и в среде богов также что чувствует человек во время смерти последовательно но в чем-то как это во сне до сначала сначала забытие какое-то время большое или маленькое а потом ощущение выхода в чем-то это у всех бывает по-разному либо сразу вы как бы понимаете как знаете вот как холодный огонь вы чувствуете но смотрите тело уже не ваш да то есть не физическое села вот такой как холодный огонь она энергетическая вы можете как раз в этот момент увидеть свое тело умершее и там каких-то людей ли обстаем вку вокруг и в чем-то могут появиться родственники либо какие-то сущности которые начнут к вам обращаться и какую-то информацию передавать либо проведут вас куда-то начнут вас звать что в принципе может быть хорошо или плохо потому что какие-то сущности могут вас завести совершенно не туда куда нужно а могут и прийти близкие вам души чтобы встретить вас и вот этот процесс адаптации вы прошли лучше на в принципе вы испытываете легкость тем более если вы ну долгое время страдали или болезнь болели перед перед смертью вы испытываете легкость ощущения весь комплекс да то есть вот вы начинаете чувствовать свою энергетику и вот этот момент как раз ну как ведь некий перепросмотр вы начинаете вспоминать и много плохих и хороших моментов да как бы про проверчиво проворачивается вот это колесо жизни у кого-то эти этапы бывают более яркими длительным у кого-то они проходят и он как бы не 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 акцентирует на них внимание они быстро пролетают мимо него и в чем-то до душа начинает уходить быстро или медленно уходить из этого физического мира переходить уже в в мир астральный погружаться глубже а там множество различных ловушек да то есть в принципе вот эта адаптация если вы не работали со своим страхом и медитировали вы можете попасть а вот в некие ловушки быстрого вы быстрого воплощения вот так часто можно воплотиться в теле животного да вы почувствуете какую-то воронку притягательность какую-то ваша душа втянется и окажетесь где-нибудь в теле какой-нибудь как кота или собаки да такое бывает потому что ну что же проживете кошачью и собачью жизнь вас сразу втянет вы пока вы испытываете такой некий некую нестабильность вас может втянуть в это состояние и далее то есть здесь целый путь таких осознаний и ловушек и зависит от бытийной массы вашей души как попадете до помогают ли вам или мешают опять же здесь сущности если вы не видите истинную составляющей их намерений то можете попасть то же время и как раз тяжесть вашей души вот это вот рай или ад своеобразно вы начинаете если ваша душа отягощена различными низкими вибрациями вы начинаете опускаться как бы тонуть если вы переработали многое в своей жизни вы начинаете нам это набирать наоборот подниматься то есть тот мир очень многообразен вот это вот вы поднимите себя путей здесь на ту глубину которая которая соответствует вашей вибрации или останетесь на образе человеческого мира сколько вы пробудете в этом между ними тоже тоже очень индивидуально поэтому это ну невозможно в двух словах рассказать сколько всего подстерегает потому что этот тот мир он огромен так возможно ли полное объединение всей информации о самом себе в течение земной жизни со всей памятью так сказать назвать что для себя делать какая традиция даст для этого энергии энергию если человек работает в нескольких но здесь не надо акцентироваться если вы следуете какой-то традиции вы можете просто на долгое время зависнуть в эгрегоре а эгрегор это обязательство и вы будете может быть крутиться в этом колесе воплощаться 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 подчиняясь воле этого эгрегора с одной стороны он может дать вам защиту а с другой стороны он не отпустит вы становитесь рабом лампы рабом этого эгрегор поэтому традиции это всего лишь знание и присягать кому-то на верность да вот все я там христианин или я там правоверный и вот ну для это опыт да можно его пройти но в конце концов чтобы выйти дальше вам нужно отказаться принять познать и отказаться от привязки к чему-то поэтому что лучше у каждой души путь индивидуальный ладно драгоценные мои друзья ну вот видите еще одну две две пятерки две пятилетки вопросов ответили будем будем дальше пока наверное не ответим на все вопросы все драгоценные мои пока счастливо